Новинки мирового кинематографа теперь могут увидеть жители Жана Узена. В городе появился кинотеатр. Он может вместить до 350 человек, а его экран входит в тройку самых больших в Казахстане. Открыл кинотеатр один молодой бизнесмен при поддержке Фонда развития предпринимательства «Дому». О том, как начинают и успешно продолжают свое дело в городе нефтяников, расскажет Тамара Степанова. До этого времени в городе Жана Узен не было кинотеатра. Жителям приходилось покупать фильмы на дисках или вовсе преодолевать почти 200 километров до Октау, чтобы посетить киносеанс. При поддержке Фонда «Дому» и госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2020» начинающий предприниматель Данияр Айса получил кредит, отремонтировал здание недействующего кинотеатра и закупил необходимую аппаратуру. Наш кинотеатр – излюбленное место отдыха горожан. Кинотеатр рассчитан на 350 мест, а экран входит в тройку самых больших в Казахстане. Здесь установлено современное оборудование, соответствующее мировым стандартам. В день у нас по 7-8 сеансов. Ежедневно нас посещают до 200 человек. Жители города Жана Узен понимают, что полностью зависеть от нефтяного сектора нельзя и активно развивают свое дело. Например, 10 лет назад медик-предприниматель Кудайберген Жилымбетов открыл здесь лечебно-диагностический центр. Мужчина прошел обучение в Назарбаев университете, получил финансовую поддержку от государства. Сегодня под его началом трудятся 60 врачей и медсестер. Сначала было трудно осваивать незнакомую отрасль, но с помощью государства все удалось. Мне предоставили более 20 миллионов для ремонта и модернизации здания. Когда у предпринимателей спрашивают, что им мешает развивать бизнес, очень часто звучит ответ – слишком высокие банковские ставки. Я просто удивляюсь таким людям. Значит, они просто не хотят работать и интересоваться новинками, которые предлагает государство, чтобы помочь. Сегодня же Наузен стал единственным городом в Казахстане, в котором предпринимателям предоставляют новые возможности для ведения бизнеса без ограничения отраслей экономики. Создана городская ассоциация предпринимателей, работает бизнес-инкубатор, строится технопарк. Это стало возможным благодаря изменениям в программе «Дорожная карта бизнеса-2020», которую внесли специально для города нефтяников. В данный момент в рамках спецплана было профинансирование 53 клиентов на общую сумму 1,5 млрд. тысяч тенге. Субсидию получили 44 субъектов частного предпринимательства. Возможностей и механизмов для ведения бизнеса в Казахстане, в частности в Жанаузене, сейчас очень много. Тем, кто брал кредиты ранее под высокие проценты, уже можно не беспокоиться за их выплату. Эти займы будут субсидироваться государством. Именно оно будет в течение трех лет выплачивать 7% из 10. Остальные 3% будут платить сами бизнесмены. В эту программу входят и кредиты, полученные на пополнение оборотных средств, и займы, взятые на стартовые проекты.